Ммм, житель Вегаса. Ричард Прайор. Всем папарацци покинуть мой дом, я сегодня автографы не раздаю. Чё-то он как-то слишком большого мнения о себе, я скажу. Так, у нас тут два перехода, я вообще с какого появился, честно. Нет, не с этого нам нужно. Некрофагист говорит, а у нас культурное общество? Конечно же, культурное. Пробую Олимпус 2207, потом как-нибудь. Перед вами примерского вида трущобы. Здесь чумные крысы, побрезгивали бы жизнь даже. Какие же здесь все уроды, ну кроме меня. Долго от этой жизни. Долго, если нельзя зайти ни в казино, ни к шлюхам. Логично. Здесь мы вообще не были. Чё-то можно нас ремонтировать с машин? Я хочу где-нибудь металлолом найти. Ричард Прайор комик, кстати, говорит, некрофагист. М-м-м. Никогда не слышал. А чё так музыка эмбиент хорошая. Вообще, знаете, меня что радует в фоллаутах, в старых, это то, что тут эмбиент очень много хорошего. А вот в современных фоллаутах все это заменили на какую-то непонятную джазовую музыку и прочую ретро. В общем, это совершенно не создает атмосферу по стопокалипсису. Вы бы не шатались тут. Да нет, нет, что вы. Ты бы не шатался здесь. Наш отель лишь немногим лучше здешнего кладбища. Шутка. На кладбище-то само собой лучше. Вижу, вас не особо привещают в этом городе. Как у вас дела с работой? Да какие у нас могут быть дела с работой? У нас ни дел, ни работы. А чем же вы занимаетесь? Скребем по-малу со всех углов. Выкручиваемся как можем. У нас тут недалеко посевы есть, например. Как насчет коллективной работы на безопасном... Ну, или, может быть, даже небезопасном, но все же гарантированном месте. Дамба Гувера, может, слышал такое? Ну, если подумать, то мы к любой работе готовы. Если нас примут... Но нас ведь не принимают. Вас примут. У Боба Нила сейчас не лучшие времена. Он готов снизойти и до вас, я так думаю. Ну, это было бы приемлемым решением для нас, да? Но я все же как-то сомневаюсь, что этому человеку захочется с нами иметь дела. Ты бы спросил его самого. Мы-то готовы отдыхать завтра. Ясно. Я поговорю с Бобом. Так, это хорошо. Небольшое продвижение в небольшом квесте. У них, я думаю, вообще ничего нет нигде. Даже шарить не имеет смысла. Если создатели Невады делают город нищих гулей, то он, скорее всего, действительно нищий. Гензамаз говорит, а что я недавно говорил? А что ты говорил, действительно? Что ж ты мог говорить? Канализация там вроде, помнится, есть, пишут. Это хорошо. Так. С кем-то тут поговорить вообще можно? Возможно, в этом здании. Выбежим из дома. Пойдем вот, наверное, вот сюда. А вдруг металлолом найдешь, говорит Рейнбол Скэрик Роу. А может быть, да. Вот возьму и найду. Я был бы не против. Кстати, у меня колодец есть. Вы пытаетесь разобраться эти доски, но без рабочих инструментов вам просто не хватает для этого сил. Это ничего не дает. Может, лом какой-то нужен, я даже не знаю. Нужна емкость для воды. Емкости для воды нет, не завезли. Куст послено. Окей. Тут тоже никто не живет. Глянь по карманам, найдешь пару книг. Так. Да ладно. Backspace серьезно? Ну, а, конечно, им что еще делать? Читают потихонечку. Пробую фонку. Фонку надо найти. Она, по-моему, у меня где-то в другой локации лежит. Карты, игральные кости. Неплохо. Там на полу не дверь была? На полу? Дверь? Странное сочетание. Бухлоу есть, смотрите. Олз говорит, да, думаю, лом подойдет. Но мне не знакомо. У меня же десятой силы нету. А вот и книжка. Первая помощь. Но зачем Гулям первая помощь, скажите честно? Нафиг не нужна. А мне пригодится. Логично? Логично. На полу был деревянный люк. Как в Наваре, говорят. Да, кстати. Тема. Надо попробовать. Вот так пропустишь все и пройдешь мимо. Еще одна супернаука. Шикарно. А тут в книжных шкафах. Может, еще книжки есть? Нет, это вот так и бухло. Бухает, зараза. Так, у нас 90 эрудиции. Шикарно. Столько, сколько нужно для починки бластера. Осталось где-то найти металлолом. Да побольше. Новый способ излечивать раны. Первая помощь 55. Нормально. Да, можно люк этот открыть. Смотрите, что. Внизу есть поселение маленькое подземное. Крысы. Крыта-крысы. И что-то больше ничего нету тут особо. Но мы их как-нибудь пообьем немножко так это, вы знаете, лайтово тостерком. Привет, Лосен Кайлос. Для гуля первая помощь это экстра доза радиации, говорит Лосен Кайлос. В последних фоллах сильно ударились в второстепенные или посторонние вещи. Юмор, особенно в Вегасе, им, конечно, говорит Мендоса. Ну, я согласен, на самом деле, это зря, там, перебрали со всеми вот этой фигней. Возьмем две фляжки. О, вещи. Мусор, мусор, пожалуйста. Верстак есть, смотрите, лабораторный стол. Слушайте, а если мы купим рецепт стим-пакета, используем шприцы, мы же можем стим-паков наделать, правильно? Правильно. Труба. Ну да, так-то труба полная. У тебя три ящика всякой технической хрени. А на планетное оружие чинить будешь металлоломом? Да. Еще раз быстренько глянем сюда. А вот книжки, да, я смотрел? Смотрел, нет, ничего. Диджей CBC, привет тебе. Это явно набор для создания стим-паков как бы, но у нас нету для этого соответствующего рецепта, не хватает. Рецепт продают здесь прям недалеко. Сколько у нас опыта? Опыт нам еще 10 тысяч нужно, много надо. Ждем, когда сам опыта бежит. Теперь прицельными в глаза. 40 урона. И скольки? Одно единственное очко здоровья осталось. Добиваем. Тут три серьезные драки на всю игру, говорит Бэкспейс. Не думаю, что целесообразно заморачиваться сваркой стим-паков. Может быть, да. Ну, он прям как-то, со одного удара. Правда, я не понимаю, какой смысл во всем этом. Тут явно нету лута никакого. Еще один загорелся. А, нет, он не загорелся. Он просто там переминался со ноги на ногу. Ясно. Давайте подбежим сюда, посмотрим, что еще тут у нас за камнем. Стена пещеры, трава, еще больше. Так, мы сейчас где находимся? Давайте быстренько оглядимся. Тут только единственный выход у нас. Так, так. Шла вторая половина игры, говорит Гин. Да, я все еще избивал кротокрысов. Да, вот в этом проблема. Я согласен, это реальная проблема. Вторая половина игры, избиваем кротокрысов. Вторая половина игры супермутанты были уже, между прочим, в полном там составе. В первом фаллауте. Сваренные стим-паки ведь в случае чего можно продать? Можно, можно. Я уверен, что можно. Где мы находимся? Мы находимся в офисе роботорговцев. Мы еще с головарем роботорговцев, по-моему, не говорили. Мы на ринге только здесь были, вот, воевали. А с роботорговцами конкретно не говорили еще. Славер Тауэр. Славер Тауэр. Или что Славер Таун? Город роботорговцев. Недавно прошел первый фаллаут. Говорит, Гин, он действительно такой короткий? Или я что-то упустил? Нет, он реально короткий. Он очень короткий. Это, наверное, его самый главный недостаток. Он реально короткий. И хочется больше. Но, с другой стороны, как же там все очень классно, друг к другу подогнано, ужато, вот. Так что ты не успеваешь заскучать. Мы не справились с этим замком. Пока не справился. Замок, жди меня. Супермонтанты, заткнись, ибей, кротокрыса, солдат, говорит Мендеса. Так точно. Есть заткнуться. Есть взламывая замок. 85 очков опыта. Что мы здесь нашли? Это ход к роботорговцам, походу. Хочешь лута, погуляй в горах ко востоку от Лавлок. Там есть пещера, как во втором фаллауте. В них бывает группа каких-то бандитов, боевой броня. Вот там можно крутым лутом разжиться, говорит Бэкспейс. Стимпаки понадобятся. Ясно. Администратор ли Вортиса? Кто такой Вортис? Или они в одном лице, единое, как бы, администраторы Вортис? Сегодня в третьем фаллауте встретил какие-то ужасных когтей, похожих на кровососов, говорит Лосен Кайлос. Я даже не помню, что там было. Его выпускали, говорит Волос, фаллаут в первых смыслах, еще до времен разделения одной части на две части. И ДЛЦ уже идущих с диском, за который платить надо. Еще первый фаллаут тебе подгоняют, потому что дней дает 150. Ну вот это, наверное, тоже еще один из недостатков. Вот то, что подгоняют, реально очень многие отмечают, как и разработчики сами. Они в своих воспоминаниях на конференции ГДЦ, по-моему, или какой-то другой разработческой, рассказывали о том, как фаллауты разрабатывали. И говорят, что одно из решений, которые бы сейчас они бы, например, поменяли, если бы делали фаллаут, то это вот этого ограничения бы не было на 150 дней. Оно слишком неприятное, реально неуместное. Но времени реально уйма, да, конечно. Но оно как-то тебя психологически подгоняет. Оно тебе просто говорит, что ты не можешь взять остановиться и заниматься своими делами. Ты должен выполнить квест. И тут мы встречаем работорговцев, которые говорят, а, свежей крови, заходи, не бойся. Это гильдия работорговцев, меня зовут Эйден. Ты тут как, по делу? Лучше бы так. Я хочу купить полсотни крепких работоспособных рабов, зачем мне твоё дело? Хорошо, спрашивать не буду. Будешь спрашивать... Будет спрашивать шеф, потому что я такие большие сделки не проворачиваю. Иди к нему, это там, налево по коридору. Ясно, взгляну к нему. Налево по коридору. Налево. Ну, это вот лево, да? Или от него, если лево, то это вот в эту сторону. Понятно. Когда висит ограничение по сроку, игра становится совсем другой. Да, есть в этом что-то. Что там по фаллату 4? Кибердример говорит, я вообще мало знаю, расскажи что-нибудь. По фаллату 4 всё на самом деле достаточно просто. Выйдет он на следующий вторник, 10 ноября. К тому времени уже спойлеров будет такое количество, что можно будет пройти её на ютюбе. Уже сейчас очень многие люди выкладывают кучу контента разного. Разного качества. Кто-то на мобилку записанная, кто-то реально записанная захватом с Xbox'ов и PlayStation'ов. Обсуждают всё. Но... Игрушка, говорят, имеет один очень серьёзный недостаток. Или даже два. Но при этом другие достоинства. Из достоинств это очень разнообразный и большой мир, действительно. Как, собственно, делает этот обычный Бехезда. Ключ от сувального сейфа в городе Рабов. Ну и тут вот такой сейф, видимо. У меня так было круто, говорит Дарий. Когда не успеваешь, это когда по второму разу проходишь, напрягает. А неинтересно. Вот когда всё впервой. Так-то да. Не, на самом деле меня как бы вообще никогда не напрягало. Времени настолько с запасом, настолько завались вообще реально. Насколько стрим? Не знаю, как попрёт. Не подходи, говорит, туда. Если я тебя вольну. Эй, я начальник этого заведения. Тебе чего здесь надо? Но мне нужны рабы, много. Двадцать штук. А могу я сначала узнать, для чего эти рабы предназначаются? Для тяжелого физического труда. Можно ли поконтреть ней? Нет, я не могу сказать. Вот как. А я не могу продать. Да не блефуй, накануне денежный вопрос. Твое дело получить за рабов деньги. Остальное не важно. Так что шевелись, пока не остался без клиента. Черт, у тебя подвешенный язык. Видишь ли, мне стало известно, что на дамбе Гувера работают... Эм... Работяк в последнее время не хватает. И рано или поздно начальник дамбы придет к нам. Так убеди меня, почему я должен перебросить рабов тебе, а не ему. Ты же знаешь, что за дамбу идет хорошая драка в городе. И что с того? Ее может прибрать к рукам кто угодно. Успеешь ли совершить свою сделку? Ну, с меня монета гарантирована, подумай об этом. Черт, верно говоришь. Ладно, по нашим расценкам, полсотни рабов обойдется тебе в 10 тысяч. Тогда не сейчас. 10 тысяч это что-то дофига слишком. Аверсом говорит, как читал интервью с разработчиками Невада. Сложилось впечатление, что по конец разработки свой проект они доделывали через силу. Лишь бы доделать и закончить наконец. Ну, на самом деле ты прав. Да информация в группе прозрачно намекает на подобное. Понятно, что это не умаляет качество Невады, но осадок появляется. Да, проект слишком масштабный, они взяли на себя слишком много. Ты слишком много на себя взяла. Силовую броню нужно будет заправлять скоростью немедленнее. Ну, насчет этого, ладно, Миндос. Отдельная тема. Масиловая броня, да, расстраивает, что ее заправлять нужно. Тебе жалко потратить 10к за свободу рабов? Нет, они же там не будут свободные. Какая свобода на дамбе? Вкалывать целыми днями. Не останавливаясь. Ты кто такой? Один из тех дьявольских парней, которые следят за рабами. Понятно. Что ты тут делаешь? Просто оттягиваясь после работы. Косяк попался крепкий. Ясно. Ты знаешь, кто такие выродки? Мертвяки, гули, называй как хочешь. Клевые ребята, на самом деле. Но многие боятся заразиться от них. Поэтому на них легко списать какие-нибудь местные проблемы. Ясно. Знаешь, от этого времени многие загнулись. Да, просто они это делают неправильно. А что за место? Вывеска на крыше ничего не говорит? Ага, постой, точно. Вывеска говорила со мной только с пятого косяка. Подожди немного. Понятно. Ставим его и забьем. И что-то все, походу. А не, вот вообще мужик стоит, мы с ним не говорили. В четвертом фоле будет хоть намек на релеплей? Или с карим с пушками? С карим с пушками, да. Основная беда в том, что там диалоги довольно сильно в сторону Mass Effect урезали. Причем Mass Effect такого, в плохом смысле слова. Потому что в Mass Effect там часто было очень много разных вариантов выбора в диалогах. То есть ты мог расспросить о чем-то поподробней. И вот там появлялось колесо вот это с репликами, да. И плохо то, что в Mass Effect, собственно, и в New Vegas, в четвертом фоллауте, там ты когда выбираешь вариант, то ты выбираешь очень краткий вариант, который как-то характеризует ответ, но не содержит сам ответ. Сами реплики, которые ты произносишь, там никак вообще могут быть часто не связаны. Люди, бывает, писали, выбирают что-то, а человек говорит, персонаж, что-то то, что они вообще даже не подразумевали, что может быть под этой опцией. Вот, и, соответственно, опции всегда четыре. То есть их не бывает больше четырех. Всегда четыре опции ровно. Вот это очень печально. Новый-то будет что-то, кроме графона? Шутан, говорят, хороший. Стреляется очень прям приятно, добротно, годно. Э, здравствуй, скиталец. И всего вам доброго. Постой, что вы здесь делаете? Ну, вы не похожи на одного из них. Что же вы здесь делаете? Я задал вопрос первому, вообще-то. Вот видите, у вас нет ко мне доверия. Значит, и мне следует воздержаться от общения с вами. Подожди, мужик. Я просто прохожу мимо по своим делам. То есть вы не один из них? Ох, хоть кто-то в этом городе просто прохожий, а не член какой-нибудь гнусной организации. А вы член какой организации? Член секты Тайных Мстителей. Шутка, шутка. Ух ты, я могу вступить в вашу секту. Но без проверки-то туда не вступишь. Да и нас, буквально два человека, вряд ли тебе захочется риска всякое такое. Ты че меня за дебила принимаешь? Да че ты, не кипятись, я ничего плохого не сделал. Ладно. Кажется, ты попал в передрягу. Расскажи, вдруг я помогу. Ладно, все равно я один не справлюсь. Так что за проблемы? Проблема не у меня, а у моего брата. Чертовы работорговцы схватили его, когда он возвращался в город, и заперли в загоне. Я хочу его вызволить, но это непросто. У тебя есть план? Да, есть у меня план. Но для начала нужно связаться с Эриком. Однако в загон проникнуть можно только в качестве раба. А это клеймо, она всю жизнь. Откуда ты знаешь, что он там? Один знакомый увидел и сказал, что он здесь. А потом я нашел щель в заборе и увидел его среди рабов. Я могу пронести расписку твоему брату. Ты собираешься проникнуть туда? Зачем? Попав туда один раз, потом уже не вернешься без клейма на лбу. Ну, мое дело предложить. Ну, постой, постой. Я могу заплатить 200 баксов, если ты можешь это сделать. Заплатил бы больше будь у меня еще, но, конечно же, не сразу. Чтобы не было стимула обманывать, нужно всего лишь передать записку Эрику и не более того. Давай записку, я это сделаю. Вот, я очень на тебя рассчитываю. Пожалуйста, все зависит от тебя. Если эта записка попадет в руки рабаторговцев, пиши пропало. Подумай об этом. Так, у нас есть еще одна записка. Эрик, тебя хотят увезти и драться на ринг. Ты знаешь, что это значит. Но, Эд, нам только на руку. Когда тебя выведут из загона, начнется перестрелка. В этот момент беги со всех ног. За меня не волнуйся, твой брат Гаррит. Крутой брат. Привет, Скилла. Так, еще. Стать рабом за 200, да. Рабы за 200. Хорошо, хоть не за 300. Говорят, здесь есть рация. Точнее говоря, можно рацию использовать каким-то образом, чтобы отвлечь рабаторговца. Я пока не знаю как. У меня рации нет с собой. Поэтому я подожду с этим квестом. Мы вернулись куда? Да, мы вернулись сначала. Круг сделали. Ну что, я всяко бежал, походу, да. Вот давайте спойлеры посчитаем. Обожаю спойлеры. С остальным участником Загарова нужно поболтать. С шефом полиции, с помощником мэра. С этими говорили. Главарь работорговцев. Только что говорили. Выродки. Поговорили. Хозяин казино Монти. С хозяином казино Монти тоже поговорили. Теперь нужно поговорить с Нилом на дамбе. Будем надеяться. Заодно сейчас забежим, знаете, на эту свалку. На стоянку, точнее. Посмотрим, есть ли у меня рация тут в этом городе. Была у тебя поломанная рация, если ты ее взял, конечно. Нет, у меня не поломанная. Была чиненная. Нормальная. Ну, я ее не в этом городе оставлял. Тут у меня ее нету. Феникс говорит, привет, ребят. Я тут припоздал. Ну что, это норма. Ну, Нил на дамбе, мы уже говорили. Он рассказывал, как бы, о том, что здесь, как бы, ведется война за дамбу. Правильно? Давайте сохранимся. Вы не думали взять на работу выродков? Неужели эти разваливающиеся по частям гули годны к работе? Даже если так, их репутация в городе не вызывает доверия. Ну, вам не нравится их репутация, тогда резко нужно задать другой вопрос. Эм, ничего. Боба Нила. Видите? Понятно. Скелл говорит, ух ты, золотый пистолет? Да. Свэээк. Теперь мы перебрещаемся в чистый город сразу же. Попробуем заглянуть к мэру, рассказать все, что мы знаем. Посмотрим, поможет ли это. Я слушаю. По поводу расследования. Вы пришли отчитаться? Да, я уверен, что собрал достаточно улик, чтобы ответить на ваш главный вопрос. Очень хорошо. Итак, я слышу. Обращается к секретарше. Марион, никого ко мне не впускайся, я на важном совещании. Дэд Горайзен, говорит, всегда думал, что дамбу держит НКР. А это из другой игры. Итак, мистер Уильямсон. Начнем, пожалуй, с того обстоятельства, что вы были правы в своих подозрениях, когда я стал копать глубже в этом деле, на выходе из чистого города, меня поджидал инспектор Каллахан, имея прямой при этом устный приказ стрелять на поражение. Полиция об этом ничего не знаю, зато отношение к инспектору не из лучших, ведь он мешает коррупционным процессам. Видимо, так хотели убрать сразу две фигуры из игры. Значит, в деле замешана полиция? Верно. Мне удалось схитрить и раздобыть не совсем честным способом расписку Оскару Дэвису от вашего заместителя. Оказывается, он выплачивал повышенный гонорар Дэвису по делу о Сэме Филлипсе. Сэм Филлипс? Владелец кафе Hard Rock, верно? Да, его обвиняют в производстве наркотиков. Я слышал, он действительно замешан в этом. Мне так и не удалось выяснить, правда ли это. Вот, кстати, да, смотрите, разговор я так до конца и... Я вот этот квест до конца не разрулил. Там нужно было поговорить с кем-то по квесту этого Филлипса. А с кем нужно было поговорить по квесту Филлипса? Слушайте, катаны, напомните мне, пожалуйста. Кто-нибудь из вас явно, наверное, запоминает лучше, чем я эти детали. Что за трубков посреди улицы? Ты еще спроси, что это за люди вокруг там ходят. Срочный вопрос, как тут Дэсу спамить? Руками, руками, Дарклорд. Так. Чем же вы занимались? Я вас не для того нанял. Идите разбирайтесь в этом деле дальше. Как скажете, господин мэр.